Друзья, добрый день! Вы на канале Большой Дом в Деревне. Сегодня хочу вам показать то, что я заготавливал все лето и осень. То есть, это мои заготовки. Сейчас пошел первый снег, и я решил уже начинать их кушать. Но я потом вспомнил, что я их никому не показывал, в общем-то, на своем канале. Поэтому хочу показать. И еще сегодня я хочу заготавливать капусту, квасить. То есть, я вот купил здесь местные капусты, и еще у меня три своих кочана. Сейчас сказать спасибо вам большое за то, что вы желали мне здоровья. Потому что на стриме некоторым из вас показалось, что я приболел. Но это не так, я не приболел, абсолютно здоров. И тоже немножко вам о секрете здоровья своего сегодня немножко вам тоже расскажу. Ну вот, так что пойдемте потихонечку смотреть. В этот год я не стал складывать все овощи. Там у меня есть подпол, но я сейчас решил сделать карантин, потому что я там заметил плесень. И сложил все в этой части нежилого дома. Здесь прохладненько так уже, поэтому я в куртке. Но в целом все овощи вот здесь будут храниться. Сейчас отсюда возьмем капусту. Это у меня вот тут закуплены вот такие кочаны. О, так сколько. То есть затарился конкретно. Вот, и еще я своих у меня тут три кочана. Здесь я устроил такое импровизированное вот хранилище для картошки. Она должна быть как раз в темноте и в прохладе. Так что сейчас вот я это открываю. Вот, у меня здесь как раз картошечка. Здесь у меня получилось три мешка где-то по 40 килограммов. Ну вот так вот. Я понимаю, что из нее будет выходить тут пар и так далее. То есть я тут собираюсь все проветривать. Если будут сильные морозы, я буду подтапливать печку. Вот. Морковку мы сейчас забираем, потому что пойдем делать. Вот такая морковочка у меня. Морковку и капусту я покупал здесь вот у фермеров. Они тут выращивают все это дело. Вот. Но будем надеяться, что не слишком много туда химикатов льет. Пока вот я в этот год, у меня получилось вырастить только три своих кочана. Вот. Такой я сюда вот начинаю. Ну ничего, ну они такие плотные прям вообще вот капитальные. А вот эти вот фермерские, они легкие, блин. Они здоровые, но легкие. Я говорю, это как бы для засолки. Говорит, да, да, для засолки. Хороший сорт. Ну вот, ну посмотрим, насколько они хорошие. Сейчас буду их шинковать тут всяко. Ну вот, посмотрим, как это будем делать. Здесь у меня, кстати, моя брусника моченая. Я уже начал ее есть. У меня спрашивали, почему так много. Сможешь ли ты один все съесть. Знаете, я ее просто употребляю где-то, наверное, день через день. То есть, ну и так, по такой вот, по стаканчику. Поэтому она у меня уходит достаточно. Плюс я еще буду из нее делать соус. Наверное, может быть, в следующем видео покажу. Такой финско... Ну, мой вариант как бы финского соуса, скажем так. Вот. Так же клюкву можно, но вот это вот брусника. То есть, брусники хотелось много заготовить. И здесь, на самом деле, два ведра всего. То есть, ну, тоже как бы немного, но и немало. Теперь пойдемте я вам покажу мои закатки. В этом году я заготавливал грибы, заготавливал огурцы, заготавливал ягоды. В общем-то, здесь у меня, вот, так сказать, представлена продукция моего маленького хозяйства. Вот, приусадебного хозяйства и лесного тоже. Здесь у нас, например, есть вот такой крыжовник. Это у нас, по-моему, у нас, да, ведро крыжовника было. Вот, черника я пастеризовал здесь. Это у нас без сахара пастеризованная. Вот, тут также есть черника пастеризованная с сахаром, черника, варенье просто. Ну, черники много, получилось 16 килограмм ягод у меня было. Голубика здесь была, с болота. Черника опять. Это черная смородина. У меня было где-то, по-моему, пол ведра своей вот смородины. Здесь у нас голубика пастеризованная с сахаром. Ну, вот, мне понравилось пастеризовать. То есть, это в целом такое вот щадящая тепловая обработка. Вот. Можно без сахара делать, этим тоже хорошо. То есть, не каждый раз хочется сахара. Тут, в принципе, уходит очень много сахара. Если, ну, это же не очень полезно, сахар, да. То есть, вот, как бы, черника пастеризованная с сахаром. Ну, все равно, конечно, я и растяну это до следующего сезона по чуть-чуть. Вот, здесь у меня, значит, квашеные огурцы. Так сказать, моя гордость. Они специально квасятся, да. И вот потом, то есть, варсолят вот такие вот огурчики. Ой, вкусные вообще. Они сейчас уже осели, а они обычно мутные такие. Вот это. Муть пошла вот это. Это вот именно что? Эта муть образуется, когда они ходят. Вот, так сказать. И в них накапливается вот это вот, ну, белковые соединения вот эти. Здесь у меня, значит, белые грибы засоленные. Ну, да, потому что белых грибов было много, да. То есть, тут, конечно, их когда варишь, они уже, ну, как сказать, увариваются, да. То есть, получается достаточно небольшой объем. Но я еще часть уже отвез маме. Вот одни белые, одни шляпки причем. То есть, было столько белых, хоть косой коси. Вот, так уже потом брал одни шляпки. Вот, и вот потом их, как бы, такой специальный есть рецепт. Их варишь, да, и с солью, ну, с солью из, ну, тут лист, брусничный. Ну, этот, ну, да, брусничный лист, то есть, лавровый лист, все, вот это, перец. Вот, и закатываешь. Огурчики еще у меня острые. Тут, как бы, чили добавлено. То есть, они такие, как бы, немножко, это, кусачие, как бы. Вот, здесь у меня полка с грибами. То есть, здесь у меня насушено тоже очень много грибов. Вот здесь, я тоже часть уже отвез, как бы, то есть, ну, там, родни отвез. Здесь у меня получается, что, как бы, они утрамбованные. То есть, я не просто их кладу, а прямо туда утрамбовываю, они там крошатся в итоге. Вот, и их много помещается сюда. Тут достаточно, тут вот, и лисички, и опята, и подосиновики, то есть, все. Здесь у меня, ну, тоже такая вот, цветные грибы, короче, всякие. А здесь вот белые у меня, по-моему, да, белые, немножко лисичек. Вот, добавил. Ну, вот, но я сушеные грибы, на самом деле, очень хорошо умею есть. Вот, потому что грибы, в целом, они, как бы, немножко надоедают, да, вот, когда в сезон, да, вот, их кушаешь, там, зимой, они просто, ну, как бы, в какой-то момент надоедают. Ну, а в то же время, да, вот, если правильно готовить, там, вот, потом, если вам будет интересно, я могу, вот, рецепт, как бы, дать, как сушеные грибы можно вкусно делать, чтобы не надоедали. Ну, вот, но здесь, как бы, я считаю, вот, это самый главный у меня вот продукт, который, это вообще мой рецепт, то есть, это квашеные помидоры. То есть, не просто квашеные, да, то есть, как вот в книжках пишут, там, они просто, а именно тут с добавлением сахара, да, и они две недели у меня ходили. То есть, это вот такие, со слезинкой. То есть, невероятный вкус, просто невероятный вкус. Я это самое, я сам удивился, что, ну, теперь, конечно, я буду так делать, но под них нужно какую-то тару. Скорее всего, это будет в следующем году. Не знаю, раскошерюсь, куплю дубовую бочку, наверное, и вот, потому что они ходят, да, они вот даже сейчас, наверное, где-то плюс три. И все равно в них вот процесс, они ходят, дальше пришлось проткнуть даже, чтобы это, они просто вздулись. Ну, вот, но это не потому, что там что-то там, какая-то бактерия, а потому что они сами по себе, как бы, такие, они ходят, как бы, продолжают ходить. Ну, вот, и такие, со слезинкой прям, ой, это очень вкусно. Также я вот заготовил рассола, то есть, у меня квашеный рассол, то есть, он сейчас такой, ну, каждый день по чуть-чуть, надо утром встал там. Если, ну, вот, рассольчик, да, отлично. Я, кстати, удивился, да, что можно, оказывается, заготавливать рассол, я, в общем-то, не думал об этом, но, так как я вот квасил, у меня много его оставалось, и я его закатал себе, как бы, на зиму. Он, как бы, не требует какой-то пастеризации. Здесь у меня, вот, с этим, остренький такой, то есть, тут что у меня, рассол, квашеные огурцы. Как говорится, вообще, продукт, да? Родниковая вода, собственные огурчики с парника, соль морская, крупного помола, черноморская. Красота, да? Ну, вот так, скромненько, я думаю, в принципе, у меня просто плитка в этот год была такая, не шибко, как бы, сильная, да, поэтому долго там, конечно, пришлось. Просто на будущий год надо будет что-то, как бы, переинать, чтобы нормально, как бы, может быть, газы, у меня там газ есть, может быть, летнюю кухню какую-то сделать. Но сейчас уже, как бы, снег начинает идти, поэтому я потихонечку буду уже начинать это употреблять. Надеюсь, мне хватит до следующего сезона. Друзья, вот сейчас будем как раз начинать заготавливать вот капусту. Тут у нас, наверное, около 20 килограммов. Я, наверное, все-таки, конечно, немножко погорячился по поводу этого объема, но, честно говоря, она была недорогая, поэтому... Кстати, она у нас стоит 20 рублей за килограмм. Наверное, везде сейчас так, когда урожает. Тут фермеры у нас продают вот недалеко. Но капуста, я надеюсь, подходит для квашения, да, на мой взгляд, она немножко такая вот легковатая, но... Ну, в целом, как бы, как меня заверили, это то, что надо. Ну, посмотрим. Значит, в работе я буду использовать вот такой вот... Не знаю, ему, наверное, уже лет 10 он у меня вот служит. Такая шинковалка. На мой взгляд, вообще такая очень удобная. Значит, у нас также есть 4 килограмма моркови. Тоже она тут местная, аланецкая. Вот, значит, что мы делаем? Вот такой бачок у нас есть, собственно говоря, в этом бачке на 50 литров будет у меня все кваситься. Вот. Что план таков. Вот сюда я буду сначала сгружать. То, что я шинкую. Вот. В целом, должно получаться достаточно быстро, потому что я уже много, в принципе, много... Ну, как бы, у меня уже это все отработано, по идее. Лишнее все. Все. Теперь начинаем. Вот такая капуста, она легковатая, на самом деле. Я не знаю, мне кажется, она... Не знаю, это такой сорт. Она мне сказала, что такой сорт, поэтому... Сейчас посмотрим, что это за сорт. Вернее, потом посмотрим, когда он сделается. Вот так достаточно легко идет, на самом деле. Вот. Мне нравится эта шинковалка тем, что она тоненько делает, вообще тоненько-тоненько. То есть, прям такую... Потом, когда капуста кваша, она такая, прям... Ну, как сказать, воздушная. Ножом так, конечно... Ну, во-первых, замучаешься просто. Можно, конечно, тоже, но это тяжело. Вот. Смотрите, пожалуйста, в конце концов, в конце концов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как-то меня спросили на стриме, по-моему, спросили, что какое у тебя хобби Ну вот, и одно из моих хобби, конечно, это здоровый образ жизни Я не знаю, почему-то я все время к этому стремился Но все время я почему-то к этому стремился, к здоровому образу жизни Еще, наверное, с лет 15 Ну вот, и в целом у меня накопились различные способы, методы, привычки и так далее Я не знаю, я честно говоря не помню, когда я уже простудными болел Может быть года 3 или 4 назад с соплями был кашель Но не принимал я никаких лекарств, просто отлежался и все Хотя была температура Ну вот, а что я делаю? Вот для того, чтобы... Вот почему я там тоже на стриме сказал, что одна из причин переезда на землю была Что есть возможность ходить босиком по земле Ну вот, и я это не сам придумал То есть ходить босиком по земле Вот в городе, ну сложно, я не знаю, ну где там походить по земле Но если я один раз пытался выйти там по клумбе походить Но как бы люди ходят, ну не знаю Как-то обращают внимание, все-таки это как-то некомфортно Ну вот здесь, конечно, это абсолютно можно выйти в любой момент И ну вот каждый день я где-то по 10-15 минут Нет, где-то, наверное, от 5 до 15 минут в зависимости от погоды Вот, именно топчусь, топчусь вот по травке, по снегу То есть когда что Вот, и мне один человек в свое время, он сказал, что люди, да, вот они как бы Когда обувь, ну вообще одели, то есть перестали заземляться То есть что как бы негативная энергия Как он мне объяснил Я сам не очень в этом понимаю Но как он мне объяснил, что негативная энергия имеет плюсовой заряд И вот она как бы скапливается То есть это то ли статическое электричество, то ли что То есть это вот скапливается И она, ну как бы разрушает человека Ну вот, но если мы ходим по земле, да, это как розетка такая То есть сначала, он сказал, уйдет все лишнее То есть потому что земля имеет отрицательный знак, как он сказал Вот, и таким образом у тебя уравновешивается Вот по сути Я не сразу это заметил Потому что, ну, надо где-то неделю повыходить каждый день И вдруг начинаешь замечать совершенно как бы вот издалека Что где-то наступает какое-то такое умиротворение Сначала вот, сначала Ну, дальше больше И вот все больше, больше А потом выходишь уже, во-первых, и ноги привыкают Уже и к снегу привыкают Ну вот, и это даже как-то приятно Конечно, иной раз холодно там и так далее Но вот это дает-то очень такой накопительный, да, со временем накопительный эффект Ну вот, и здесь на земле там, в принципе, можно и в городе как бы это делать Просто это сложнее Ну вот А здесь, конечно, можно, ну, беспрепятственно абсолютно этим заниматься Вот чем я и занимаюсь Это одно из моих таких вот, ну как сказать Ну то, что я вообще, это не сложно, во-первых Вот, а во-вторых, это укрепляет очень хорошо Ну, как сказать, тело, да, вот Потому что, ну, мы должны быть здоровым, да И у нас должен быть иммунитет Особенно вот сейчас Всякие заразы там и так далее То есть, по сути, болеют те, у кого слабый иммунитет А у кого сильный иммунитет Ну, они то ли на ногах переносят Ну, как-то так вот совершенно Можно даже сказать, спокойно переносят Ну вот, и это как раз штуковина, да, вот, про которую я рассказываю То есть, она постепенно, да, вот, она уравновешивает, да То есть, все, вот, все процессы в организме И укрепляет иммунитет Поэтому, вот, берите себе на заметку Вот, не пожалеете Потому что это, как бы, у меня уже годами проверенный способ Фу, я отдохнул, я поэтому продолжаю опять Заготавливать к вашему капусту Заготавливать капусту буду при параде Вот такие я себе купил тапочки Это, как бы, получается, что, что это Ну, это войлок, да, войлок вот такой вот Нарядный, блин Как раз для сельского дома Сейчас еще немножко пол холодный Еще, как бы, надо будет утеплять его Поэтому так ходишь, прям вообще тепло Классно Красивые, блин Не знаю, может, они женские Напишите, как вы думаете, вообще-то, женские или мужские Друзья, наконец-то я закончил Ушло где-то у меня часа три Но со всякими перекурами там, передыхами Четыре часа у меня ушло Получилось, конечно, немало капусты Я не знаю тут Видно вам или нет Но вот, как бы, капитально тут Такая тяжелая, блин Не знаю Килограмм, наверное, 18 она по ощущениям Вот здесь Немножко еще я воды давил Где-то пол литра Ну, а и так она была сочная Тут, в принципе, вот сейчас хлюпает, как на болоте Вот так вот хлюпает Вот в таком состоянии будем ее квасить уже где-то неделю Вкратце рецепт, как бы, так делается Капуста На 7 килограмм получается горсть Горсть соли Где-то можно для усиления, да, вот, брожения Добавить немножко сахара Где-то на такую На 7 килограмм где-то 2-3 ложки Можно добавлять, можно не добавлять Это не обязательно Вот, даже можете попробовать Там, если по вкусу будет нормально То потом так делать Можете добавлять вот тмин Тмина где-то грамм 50 Вот на У меня тут 15 килограмм Ну, то есть Тоже там где-то На 7 килограмм Может быть 2-3 столовые ложки тмина Вот И где-то Ну, то есть, видели Сколько я клал вот именно клюквы Поэтому клюкву тоже можете использовать Ну, вот, потом, значит Эту капусту мы оставляем Мы оставляем, значит, в тепле Такое В комнатной температуре, да И где-то на второй день Начинаем до дна вот протыкать То есть, протыкаем прямо вот Как бы до дна Выпускаем вот этот вот Там Такой газ образуется То есть, получается Где-то, если вы в ведре делаете То в ведре надо сделать Где-то 15 дырочек То есть, достаточно много То есть, вот проколоть И где-то 2-3 раза в день прокалывать Ну, 2 раза в день будет достаточно Где-то на пятый На шестой день В принципе, уже капуста такая будет Более-менее квашеная, да Если хотите, чтобы закисло получше То есть, подержите там дней 9 Вот, после чего Сейчас как раз перед морозами Все это дело Ну, квасится как раз Перед морозами Вот, чтобы потом выставить Когда уже закончится процесс Вот Я когда попробую капусту, да И скажу, что вот она уже хорошая, вкусная Я ее, значит, выставляю На холод И она морозом там Как бы схватывается В общем-то И потом в таком состоянии Как бы Ее потом всю зиму И берешь, да Вот, накладываешь Такую прямо Ну, она иной раз Вообще замерзает Прям в кристаллах Ну, вот, потом Как бы Оставляешь ее В комнатной температуре Она оттает Добавляешь масло Там Ну, этот Лук добавляешь В целом Вот и все Ну, достаточно вкусно Там Как бы Уже так долго делаю Да Это Такой вот Финский рецепт Единственное Что я Финные клюкву не добавляют Да Ну, могут добавлять Но в основном не добавляют Некоторые, я слышал Добавляют Ну, вот Ну, а мы добавляем клюкву Да, вот В России В принципе Это принято Некоторые яблоки добавляют Ну, вот Кто хочет тмин Вот Финные делают Без тмина Без клюквы Просто Вот И моркови у них Минимально То есть А в целом Рецепт Вот такой Там Основная фишка Это Маленькое количество соли Вот Потому что Я здесь видел рецепты В России Где люди добавляют Там соли Прямо вот Хорошо Здесь соли Как бы Много не надо Вот И надо Ей дать Как бы Походить Чтобы у нее Кислота набралась Вот И это Как бы Вообще Будет отлично Спасибо Что вы посмотрели Это Это видео Вот Следующее видео Буду снимать По хлебу Потом Сделаем Перерыв На кулинарной теме Потом Будем Другое снимать То есть Я буду снимать Все Пока Подписывайтесь Ставьте лайки